Привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео, в новую распаковку. Распаковывать мы сегодня будем с вами Beauty Box от рассылочной компании, рассылочного сервиса Goodie Box, который приезжает к нам из Скандинавии. Я сохранила упаковочный картон для того, чтобы вам просто показать, как это выглядит, вдруг вы еще не подписаны и не знаете, чего вам ожидать. Вот такой рассылочный картон, он довольно-таки тоненький, но, тем не менее, боксы приезжают без проблем и без каких-то повреждений, к счастью, разумеется. Пару фактов о Goodie Box, если вы с ним не знакомы, то, скорее всего, вы не смотрите мои видео. Давайте это исправим прямо сейчас, кнопочка внизу под этим видео, подписаться. Goodie Box в месяц выходит 19,95 евро, но можно заказать его и в Швейцарии, тогда он будет стоить 29,95 швейцарских франков. И этот бокс я получила бесплатно. Нет, это не подарок, это не спонсорское видео, к сожалению, нет. Я просто потратила свои бонусные баллы. У этого сервиса есть возможность после того, как вы получили свой бокс, его затем оценить. Вы можете написать на бокс, оценить все продукты, и в итоге вам будут начислены некоторые бонусные баллы. Когда вы накопите достаточное количество, сможете их конвертировать и бесплатный бокс, то есть получается 19,95 сэкономить и получить просто-напросто бесплатный бокс. При этом с некоторых пор они снимают еще 1,63. Это экстра-дополнительная плата, которая все равно снимется у вас со счета, так что не удивляйтесь. Соответственно, я копила-копила, хотела купить себе какую-нибудь лимитку, но она стоит 29,95 минимум. До этой суммы я не накопила, терпения не хватило, поэтому я потратила на этот бокс. Давайте его скорее открывать и смотреть, что же нам туда положили. Так, кстати, по-моему, я только что забыла сказать вам, что если вы захотите себе этот бьюти-бокс, не этот конкретный, а в принципе гуди-бокс, то в инфобоксе для вас полезная ссылочка, вы получите 50% на ваш первый бокс. Не имеет значения с доставкой в Германию или с доставкой в Швейцарию. Бокс этого месяца, то бишь май, выглядит вот таким вот образом. И это специальный очень дизайн, такой неоднозначный, весьма оригинальный. Сделан он, к сожалению, не конкретно для этого месяца. Это старые коробочки, которые они сейчас используют для того, чтобы отправить нам наши продукты. С одной стороны, это классно, это и экономия, и экологичность, но при этом, конечно, нам хотелось бы получать не старые боксы, а какие-то новые, какие-то новые цвета, что-то может быть интересненькое. Но, в принципе, этот бокс тоже очень даже оригинальный. Настолько, что покинул листочек, буклетик, ничего страшного, скоро он к нам вернется. Итак, что здесь написано? Open, explore, enjoy, то есть, открой, исследуй и наслаждайся. Shine, shine, shine. Я думаю, что это не имеет никакого отношения к теме этого бокса, это не имеет никакого отношения, в принципе, к продуктам, которые мы там с вами найдем. А что же за тема этого месяца? С темой этого месяца нам бы очень помог QR-код, но, к сожалению, он у меня не работает. И это уже не первый раз. То есть, я его сканирую, и меня отправляют на сайт, и написано, что Упс, а у вас не было еще ни одного бокса. Ну, конечно, Гуди бокс, конечно, не было у меня ни одного бокса. То есть, я с вами почти год, а ни один бокс не заказывала, просто так смотрела, любовалась. И, соответственно, не могу посмотреть ни продукты, ни цены, ни описаний, ни что за тема. Это меня очень сильно раздражает и огорчает. Именно, что касается сайта этого сервиса, он у них просто-напросто практически никогда не работает. Открываем наш боксик, и что мы здесь видим? Упаковку полную, в больших кавычках, разумеется, любви, заботы, трепета и внимания к клиенту. То есть, мы с вами видим, что здесь какая-то бумажка такая непонятная. Вот они сами продукты, никак не зафиксировано, никак особенно они тут аккуратно не лежат. Сама бумажка тоже как-то так скомкана. Вот это вот, конечно, впечатление, когда ты открываешь коробочку, которая тем более стоит довольно-таки дорого. Давайте не забывать, что мы заплатили за этот бокс, как правило, плацем, да, около 20 евро. Это дорого для такого бокса. И когда вы его получаете, то хочется увидеть красиво упакованные. Я не претендую на ленточки, как у Glossy Box, я не претендую на какие-то косметички, еще что-то отличные. Упаковочные вот эти вот коробочки, они чудесные, практичные, я их обожаю. У меня каждая на счету, каждая в использовании. Но все-таки хочется немножечко аккуратности в упаковке. Здесь у нас будет 5 продуктов, и давайте начинать рассматривать. Это первый продукт, самый крупный, который я здесь вижу. И что же это у нас такое? Это марка Антонио Аху, которая с 1997 года существует. И это средство для волос. Что это конкретно, насколько я так понимаю, маска. Да, здесь написано, что это маска для волос. 150 мл. И сделана она в Швеции. Мы что-то уже находили, по-моему, даже в Гуди Боксе у нас были средства от этой марки, но я ничего так и не попробовала. Ничего вам не могу сказать, здесь у нас ничего не закрыто, так что мы нанесем и чуть-чуть капелюшечку попробуем. Консистенция такая кремообразная. Пахнет. Да, есть какой-то аромат, он такой легкий и очень-очень приятный. 150 мл, в принципе, это хороший объем. Я рада маске. Маски я использую с огромным удовольствием. Они всегда у меня в приоритете. То есть, если есть шанс найти шампунь, либо кондиционер и маску, то я, конечно, предпочту маску или кондиционер. Ну, приятный такой легкий аромат, такой какой-то косметический. Сама по себе консистенция тоже нежная и кремообразная. Оставлю пока сейчас на руке, для того, чтобы в итоге потом посмотреть, насколько кожа напиталась или пропиталась. Что нам, кстати, здесь пишут, сколько нужно здесь держать. Оставить на 5-10 минут и затем хорошенечко промыть. И использовать, конечно же, на влажные волосы один раз в неделю. Здорово. Один раз в неделю это самый итог, потому что я мою голову всего лишь два раза в неделю. Следующий продукт у нас здесь тоже в тюбе. 45 мл. И эта марка мне совершенно незнакомая. Какая-то новинка. Фланери, наверное, называется. Это маска, опять-таки, но маска уже для лица. Здорово. Незнакомая с этой маркой, поэтому, конечно, любопытно и интересно. Причем сделана она в Италии. Сделана в Италии, но здесь стоят два адреса Франции и Англии, поэтому не совсем понятно, откуда эта марка родом. Но, как минимум, сделана в Италии, что уже говорит нам о многом. И также на упаковке здесь написано, как использовать. Нужно буквально тоненьким слоем нанести на чистую сухую кожу. Оставить впитаться и нет необходимости смывать. Какая интересная маска. То есть, это маска, которую не нужно смывать. Но тогда бы я сказала, что это просто-напросто уход. Крем ночной, может быть. Ну, любопытное средство. Давайте тоже посмотрим и попробуем, если оно открыто. Нет, здесь запаяно. Я тогда оставлю и открывать пока не буду, потому что ухода у меня открытого уже достаточно. Сначала нужно использовать его. Само по себе упаковка самая обычная, не какая-то там прорезиненная, софт-тач, ничего такого нет. Я потом объясню, почему я обратила внимание на дороговизну упаковки. Следующий у нас три маленьких продукта. Давайте посмотрим на квадратиш-практиш-гуд. Это здесь у нас 45 секунд топ-код от марки Nails Inc. Это средство с 14 мл, если я не сказала, с ретинолом, для того, чтобы покрывать верхний слой на уже лак. Либо вы можете использовать, в принципе, без лака, если вы не любите красить ваши ногти, хотите просто их покрыть. Для того, чтобы они были более защищенные, были более такие твердые, можно использовать вот это средство. В принципе, симпатично выглядит. Выглядит даже, я бы сказала, мощно. Такая классная, интересная упаковка. Лаком я, как правило, не рада, но здесь с ретинолом звучит для меня интересно. Один месяц в году я не крашу ногти, то есть я не покрываю ногти, скажем так. Соответственно, в этот месяц я могу попробовать вот этот лак. И дальше у нас с вами осталась декоративная косметика. Сразу два предмета. Давайте начнем с такой вот малюточки от марки, наверное, Phase Zero называется. И это металлические тени. Буквально 2 грамма. Цвет называется Queen. Ну, надеюсь, они хотя бы не желтые. Будем на это очень сильно надеяться. Открываем и смотрим. Это однушечка, которую можно взять с собой 6 месяцев после открытия. А, нет, смотрите, какие красивые. Золотистые. Давайте откроем. Нет, никакого аромата нет. Но приятный очень цвет. Я сейчас хочу потрогать. О, какие они интересные на ощупь. Ну, тут надо, конечно, быть поаккуратнее. Они такие какие-то влажненькие, я бы сказала так. Вот сюда вот нанесу. К тебе у меня сейчас нет кондиционера. Блестят шикарно, переливаются. Надеюсь, что они также стойкие и очень хорошо держатся. Но пока что мне нравятся. Пока что они такие приятненькие. И надеюсь, что действительно в носке только себя оправдает. Еще раз вам покажу. Это марка Face Zero. Я не знакома с ней. То есть для меня это тоже такая вот новиночка. Что-то свеженькое, интересненькое. И декоративка. Находить ее всегда приятно. И завершающий наш продукт от марки Гош. Это средство для губ. С фактором защиты 15. И это бальзам для губ, который еще и с эффектом. Цвет будет 0,4. Винтажная роза. 8 мл внутри. Сделана она в Дане. Эта марка произведена или само, в принципе, производство. Здесь у нас пипочка. Она такая пушистенькая, приятненькая. Но здесь есть, конечно, нюанс. То есть, если вы вот уже стали использовать, то, соответственно, то, соответственно, вы никак ее не помоете. Эту пипочку, может быть, не совсем это гигиенично. То, что остается средство. И каждый раз вы снова наносите той же самой непомытой пипкой себе на губы. Но, может быть, можно как-то ее открутить, открыть, использовать без нее. Но попробовать снять это надо будет выяснить. Я пока не знаю. Но давайте попробуем и нанесем, что тут у нас за цвет. Как-то мне не нравится, что она вот так вот как-то выползает оттуда, чтобы она не из того места сейчас как пойдет. А нет, вот я вижу, вижу. Приятненький такой цвет. Очень нежненький, действительно розовый. Есть ли аромат? Нет, я ничего не чувствую. Выглядит очень нежно. Если девушка не любит яркого какого-то макияжа, что-то яркого на губах. То есть, вот для такого ежедневного лука, мне кажется, цвет идеально подходит. Сейчас проверяю аромат. Аромата никакого я не ощущаю. Если липкость, ну, скорее всего, будет небольшая. Все-таки это липглос. Липкость у нас, как правило, присутствует. Закрываю. И еще раз мы с вами посмотрим. Вот такое вот средство небольшое. 8 мл. Здесь даже, я даже не знаю. Но я думаю, скорее всего, надолго хватит. Вам же нужно буквально немножко. И возвращаемся обратно вот сюда, к моей ручке и к нашему средству от Антонио. Аромат все еще держится. Но аромат приятный, мне он нравится. И по ощущениям, по ощущениям, кстати, не стянуло. По ощущениям очень нежненько, приятненько. Да, мне нравится. Итак, давайте еще раз подведем итог, что мы здесь с вами получили. Первый наш продукт – это маска для волос. Далее маска для лица. Лак для ногтей. И две декоративки – это бальзам для губ. И вот такая вот однушечка тени. Вот такое вот наполнение. Вышло оно на 111 евро. И звучит это классно. Но всю кассу сделал нам вот этот вот один продукт, который стоит 54 евро. Сложно представить. Марку я не знаю. Незнакомо совершенно. Может быть, действительно стоит таких денег. А может быть и нет. Но визуально, конечно, на 54, к сожалению, не тянет. Все остальные продукты, они достойные, интересные. Но есть одно но. Я думаю, что вы все-таки чувствуете, что есть какой-то подвох. Да. Все-таки я решила, что, наверное, дальше продолжать с Гуди бокс я не буду. Как минимум несколько месяцев я хочу поставить их на паузу. Точнее так, я уже поставила их на паузу. И там есть возможность поставить на один месяц или на два месяца. То есть дольше они не дают. Поэтому пока что я поставила Гуди бокс на паузу на два месяца. И постараюсь продлить еще дальше. И, скорее всего, вернусь к ним. Если вернусь, конечно же, где-то, наверное, ближе все-таки к новогодним праздникам. То есть я хочу сделать действительно такую долгую продолжительную паузу. Две причины, почему я не отказываюсь от Гуди бокс. Первая причина, которая также у них написана на сайте, что если вы сразу от нас отпишетесь и потом снова подпишетесь, то вся информация о том, какие продукты вы уже получали, будет потеряна. И есть такая возможность, что вы будете снова получать те же самые продукты. Этого бы мне не хотелось. Повторы я не люблю. Я люблю новые продукты. Что-то новенькое, свеженькое, интересненькое. Соответственно, пока что только на паузе. И вторая причина, что если вдруг мне безумно понравится что-то, там будет какой-то продукт, который будет, как правило, у всех, все-таки наполнение у Гуди бокса, оно такое более-менее варьируемое. То есть то наполнение, которое есть у меня, оно есть не у всех. У кого-то только несколько продуктов, другие, соответственно, продукты варьируемые. У кого-то полностью совпадает с моими продуктами, соответственно. Я хочу посмотреть, и может быть будет какой-то продукт вау, ради которого я верну на один месяц снова свою подписку. Просто нажму кнопочку «Снова подписаться», тогда этот бокс мне придет. Вот такие вот две весомые довольно-таки причины, почему я поставила на паузу, а не отписалась полностью. Все-таки вероятность того, что я отпишусь, тоже есть. Я ее не отменяю. Почему я пришла к такому выводу? То дело в том, что нет того ощущения, которое было раньше, с Гудибокс, что-то они там меняют, что-то не работает у них. Не работает постоянно сайт, не работают QR-коды. Сайт вообще, в принципе, зависает, я не могу что-то открыть. Даже каждый раз оценить свой бокс для меня – это такой челлендж с их сайтом. Плюс эти продукты непонятные, варьируемые. Раньше мы получали все-все одинаково, не было никакой зависти. Каждый знал, что получит те же самые продукты, наполняемость была тоже прекрасная. Сейчас у нас то бокс вау, то бокс, ну, как бы проходной. В этот раз мне продукты понравились действительно. Я могу сказать, что на мой вкус бокс получился хороший. С интересом попробую маску. Маска для волоса, да, для меня полезна. Даже этому лаку я рада, если бы лак был цветной, но вообще мимо меня бы прошло. Но лак для того, чтобы ногти были более такими твердыми. Соответственно, я думаю, что очень даже неплохо для меня, даже для меня оказалось полезно. Напишите, конечно же, как вы думаете, что вы думаете по поводу этого наполнения в комментариях. Мне будет очень интересно узнать. И если вы подписаны на этот бокс, как ваши мысли, хотите вы продолжать вашу подписку, или все-таки тоже, как и я, задумываетесь о том, что возможно поставить на паузу. Я благодарю вас за просмотр этого видео. И желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Мы увидимся обязательно в следующих видео. Не пропускайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok